Свобода мысли в исполнении классики, лёгкость в общении со слушателями и нетривиальный имидж. Такая гремучая смесь принесла музыканту Найджелу Кеннеди мировую известность. Первыми подмостками для молодого скрипача стали улицы Нью-Йорка. Если сейчас виртуоз уже прописался на самых именитых сценах мировых столиц, то образу уличного панка музыкант не изменяет до сих пор. Евгений Давыдов встретился со знаменитым скрипачом накануне его первого и единственного выступления в Москве. Лохмотья, иракесы, скрипка гварнеря в руках. Его понимание музыки – нечто невообразимое для строгих блюстителей академической манеры исполнения. Кеннеди даёт не так много публичных концертов, всего около 40 в год. Один из ведущих мировых исполнителей самый большой опыт получил, играя, будучи студентом, на Пятое веню в Нью-Йорке. Это было интересно, потому что если я играл хорошо, люди останавливались и бросали деньги в мой чемодан. Если плохо, они просто проходили мимо. Это было отличное начало. Я наслаждался игрой в старых клубах Нью-Йорка из-за особой атмосферы, близкого общения между музыкантами и зрителями. Это общение он перенёс и в свои выступления. Шутки в разговорах, шутки на сцене, а скрипка в его руках, кажется, вот-вот воспламенится. Он словно одержим идеей попробовать в жизни всё. Рокер, джазмен и футбольный фанат. Парадокс, но Кеннеди всё равно наиболее убедительен именно как скрипач-классик. Я хотел бы сыграть для 40-50 тысяч зрителей. Это здорово. Но такое со мной было не более десяти раз. Обычно я играю в залах поменьше, на одну-две тысячи человек. А в футбол играют перед толпой в 40 тысяч. Это просто потрясающе. Кеннеди дважды играл для членов королевской семьи в Букингемском дворце. У него множество наград, в том числе и самых престижных. А пластинка с временами года Вивальди разошлась тиражом в 2 миллиона экземпляров и попала в книгу рекордов Гиннеса, как самое продаваемое классическое произведение всех времён. Каждый день отличается от предыдущего. Мы просыпаемся. Иногда в хорошем настроении, иногда не очень. Но каждый день это подарок. Нам повезло, что мы вообще проснулись. Понимаете? Он опускает смычок, морщится и ёрничает. Скрипка Кеннеди то солирует, ведя всех за собой, то уходит в тень, давая возможность выразить себя другим музыкантам. Вроде Сальвадоро Дали смешивает стили, экспериментирует, нарушает все правила. ТВ-центр, Москва.